17 октября в Сергиевске состоялся зональный отборочный этап 12-го областного смотра часовых постов номер один. Он был посвящен героическому и страшному десятилетию афганской войны, завершившейся 30 лет назад. Всего на конкурс смотра поступили 44 заявки от строевых групп из 28 муниципальных образований губернии. 15 октября жюри осмотрело первых претендентов в муниципальном районе Красноармейский, а спустя два дня соревнования состоялись и в нашем районе. Выход в финал является почетной миссией представлять не только район, но и целую северную зону, потому что сейчас у нас здесь в районе соревнуется 8 команд, а в целом по области более 45. Таким образом мы делаем хорошую репрезентативную выборку из клубов и только лучшие реально покажут свои достижения в области. Еще до полудня в Сергиевске прошли первые испытания по владению оружием и в холле районного дома культуры «Дружба» были размещены тематические стен газеты. Они стали неким домашним заданием для участников и собрали в себе историю афганского конфликта, имена героев и информацию о работе ветеранских организаций. Мы сами находили по источникам и отвечали на вопросы, которые даны в Викторине приблизительно. Большую часть информации сами находили. Как думаешь, такое событие может повториться в истории мира? Ну, это больше зависит от правительства, нежели от нас. Но я думаю, все возможно, ничего нельзя исключать. Что сделать, чтобы такого не было? Жить в мире добрее и счастье! После торжественного построения, приветственных слов организаторов смотря и гимна Российской Федерации, команды прошли тестирование по истории афганской войны. Пока курсанты были заняты конкурсными вопросами, их руководители признали, что считают именно это задание самым ответственным и сложным. Но, как показали результаты, с ними в разной степени справились все. А значит, афган не забыт. Я хочу пожелать вам всем удачи в ваших выступлениях. Люди, которым не безразлично наше прошлое, которые с уважением относятся к нашей истории и в чьих руках находится наше будущее. Сегодня вы уже показали некоторые ваши способности. Как только в сторону были отложены ручки и тестовые листки, прозвучала команда «Стройсь», и курсанты проследовали на самую зрелищную часть соревнований. Им предстояло продемонстрировать процедуру смены постов у импровизированного монумента в память о павших войнах Афгана. Согласно жеребьевке юно-армейской команде ВПК «Экстрим», представлявшей на этих соревнованиях Сергиевский район, довелось выступать под номером 5. Приятно было наблюдать, что наши земляки из Суходола не просто демонстрировали отличную выправку, слаженность действий, но и усложненные элементы. Речь идет о процедуре преклонения колена перед монументом и парадной работе с оружием. Все прошло очень достойно и осталось в памяти всех причастных надолго. Отборочный этап состоялся по-военному слаженно и оперативно, результатов долго ждать не пришлось. Из семи команд-участниц для финального застязания были отобраны три лучшие. В это число вошли команда Сергиевского района, юно-армейский отряд ВПК «Экстрим» под руководством Валентины Хабаровой, а также команды «Кадеты» из города Самара и отряд «Россия молодая» из Елховки. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».